Не обращай внимания на гроб, не обращай внимания на бабку, она уже тоже умерла. Барсюк, дала мне квест, зайди ко мне под хвост, оу, спасибо, Мышь, а теперь иди домой и прими душ. Поэтому прям сейчас лайк ставьте. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, ребят, мы с вами будем играть в самую любимую рубрику на этом канале, самую часто выпускаемую рубрику, 5 угарных приложений. Здесь мы играем с вами в 5 самых рандомных, забавных, веселых, тупых, идиотских, баганных, хорошо сделанных мобильных приложений. Я никогда особо их не проверяю, я не отбираю по жанрам, я вообще не парюсь, и поэтому вы получите то, что получаете, ребят, наслаждайтесь. И сегодня обозреть 5 приложений нам поможет смартфон Samsung Galaxy A70. Евгений, я вижу, ты оценил мой классный дизайн. Мой 6-7 дюймовый экран Full HD Plus Super AMOLED позволит тебе полностью погрузиться в любую игру, в которую ты будешь играть. И даже в игру, в которую я не буду играть. Ну... да, наверное. Но как такое возможно? Мой восьмиядерный процессор делает это возможным. Любая игра будет летать. Например, World of Tanks Blitz, которая, кстати, дарит всем моим обладателям подарки. Премиум танк 5 уровня, Матильда 4, 7 дней премиум аккаунта, редкий камуфляж, проверенный временем, и аватара Золотой Кристалл. Евгений, Евгений! А, что? Ты что, опять думал о ламах? Возможно. В любом случае, это тебя не касается. Ясно. Но вообще-то у нас сегодня будет очень много игр, поэтому я даже не знаю, выдержит ли твой аккумулятор. Ммм, сомневаюсь. Можешь не переживать за заряд батареи. Серьезно? Ведь моя суперинтеллектуальная батарея емкостью 4500 мАч позволит тебе дольше ввести этот выпуск. И если даже ты умудришься меня разрядить, то функция скоростной зарядки позволит тебе быстро пробудить меня. Пробудить? Говоришь так, как будто это древнее зло. Так, есть. Что? Я пошутил. Окей, начинаем выпуск. Вы знаете, что я всю жизнь мечтал работать в Голливуде. И, наконец-таки, благодаря современным технологиям, у меня есть такая возможность. И у вас тоже. В игре... О, погодите, мне же сразу и бабла дали. Я еще даже не начал приветствия нормально. В игре Голливуд Станд. Муви Стар. Эксклюзив Делишн Делюкс. Игра Голливуд Станд научит нас, подготовит нас к тому, чтобы стать голливудскими каскадерами. Знаете, вот в этих фильмах, когда, например, снимается какой-нибудь супер-мега-блокбастер, супер-дорогущий блокбастер от такой компании, не знаю, ну, какое-нибудь самое великое имя в Голливуде, который снимает крытые блокбастеры. Ну, например, Бразерс. Вот, и их фильмы, они просто леденят мою душу, они будоражат меня вот своими спецэффектами, погружением. И мы все знаем, что некоторые сцены в кино бывают опасны для актеров, поэтому нужны дублеры, станд-дублеры, трюкачи, ну, типа нас, в общем, сейчас давайте, не будем долго болтать. Давайте посмотрим, какие их трюки мы можем с вами здесь выполнить. Select Mode, Crazy Stunt и Stunt Challenge, и просто автобус с поездами. Я не знаю, давайте, заинтриговался я автобусами с поездами, мы, конечно же, сейчас перейдем на... А, это просто реклама другой игры, фак. Сорян. В таком случае, Crazy Stunt. Я Crazy, чувак, поэтому я буду делать самый жесткий. Я хочу себе мощное портфолио в Голливуде. Вот, когда я приеду в Голливуд пробоваться на роль дублера, я, естественно, буду выглядеть вот как этот чувак. И как иначе, главное, не забыть очки и кепку, и стоять вот так вот, как будто я только что обосрался. И вот здесь спросят, ну, Евгений, а что, какие трюки вы умеете делать? Я покажу. Видос вот этот вот, поэтому залайкайте его, чтобы они такие увидели. Мало того, что там крутые трюки я делал, так еще и видос залайканный. Поэтому прям сейчас лайк ставьте. Давайте подумаем, чем мы можем с вами потрюкачить. Как минимум, вот этим зонтиком мы можем потрюкачить. Трюк зонтика понеслась! Я обронил камеру, но ничего, это в блуперы запишем. Смотрите, какой я крутой. Они все скандируют меня, и я понимаю, что я необычайно маленького роста. Я что, дублер Тома Круза? Мальчик в кепке, косит подзрослого. На самом деле мне 13 лет. Я посмотрел видео Юджина о том, как он трюкачит. И вдохновился этим, и решил пойти трюкачить тоже. Ладно, ладно, я понял, да, я должен сесть в призрачную машину, я призрачный гонщик. Но, кажется, что-то не так. Я должен, может быть, кому-то заплатить бесплатные деньги? А, нет. Ладно, садимся сюда, старт. Я не понимаю, это что, голливудские трюкачи или стритрейсеры сраные? Вот что мне нужно сделать, перепрыгнуть через кучу таксишек. Камера, свет, мотор. Давайте отдадим сзади, надо получше разогнаться. Поехали, ребят. Я надеюсь, у вас у всех есть дублеры. Нитро. Давай, кажется, я погибну. Нет. Вот, молодец. Нет, не переворачиваться. Станд окей на 1%. Опа. В машине были дети. Награда 900 баксов мне заплатили. Я убил кучу людей. И детей тоже. Я должен жить по голливудским правилам. Поэтому привыкаем, друзья мои. Я просто с неба спрыгнул. Да я что, послан богом? Вот он светит на меня. Иди, сын мой. Да, папа. Иди. И трюкач повсюду. Удивляй всех своими трюками. Да, отец, хорошо. И помни, если спросить, кто твой папа, скажи, Том Крус. Том Крус, Том Крус. Где моя машина? Где она? Почему я вечно должен куда-то идти, к какой-то площадке? Чтобы разблокировать это, я должен посмотреть 13 видеореклам. Ой, ну не знаю, я готов, ребята, ради этого, да. Заодно мы вспомним, как мои предки воевали и бомбили дома неминных людей. И Юджин сдержал свое слово. Он сидел и смотрел 13 реклам подряд. Но когда он досмотрел эти рекламы, он почувствовал, что что-то пропало. И кажется, что это была его душа. Кажется, я посмотрел слишком много рекламы. Однако у нас получилось разблокировать эту суперкрутую апельсиновую тачку. Давай, женек, ты классный каскадер. Да, я знаю, я очень долго обучался этому. Я смотрел 13 реклам, представляете? Сколько времени я потратил на все это, чтобы стать каскадером. Итак, мы должны перепрыгнуть через целую кучу хаммеров. Давай, давай, НИТРА! НИТРА! Чуть-чуть бочки сбил. Да ладно, да ладно! Это все? Что за говно? Еще рекламу показали. Не кажется ли, что-то изменилось? Кажется, мы в другом месте просто находимся. Да что ж такое? Два раза я врезался. Через машину покоцал. Во-первых, свидетели нам не нужны. Когда вы кого-то притерли, убедитесь, что нет свидетелей. Чтобы вы могли просто уехать. Они появились снова! Вы что, офигели? Тихо, тормози. Ты сволочек. Я даже не пересек зону, где трюк типа начинается. Ребят, я понял все. Оу! Ни-то качеваку, улетел смешно. Вот здесь мы просто запрыгнем. Спокойно. НИТРА! Вот так. Куда я? Как они хотят, чтобы я это перепрыгнул? 500 баксов заработал, значит все. Окей. Если уже решили вам деньги заплатить, значит вы работу свою сделали как надо. Помните, ребят. Совет от Юджина на будущее. Я знаю, у чего будущего точно нет. У меня в сфере трюкачества. Следующее приложение. Вы все знаете, что я с детства мечтал работать таксистом. И благодаря современным технологиям у меня есть такая возможность. И не только у меня, но и у вас. Мои будущие таксишт... Таксишнята. Таксинята. Так. И в этой игре прекрасной мы можем не только быть таксистами, но еще и выбирать. Мы можем выбрать себе машину, понимаете? Сколько выбора в этой жизни? Один и два. Все. Это мы возим дохлых людей. Скорее всего так и есть. Давайте дохлых возить. Затряслась машина. Мотор заревел. Так же, как и ревет бабка на заднем сиденье. Над гробом. А мне пофигу. Понятно? Ко, позвонит кто-то. Ответим. Господи, какой мерзкий голос. Едем. Навигатор работает. Это хорошо, что я таксист неупрямый. И не выпендриваешь. Мол, я знаю город хорошо. Как свои пять пальцев. Навигатором пользоваться не буду. Таксист! Конкурент едет. А ну сваливай. Это мой заказ, ты понял? Говно. Блин, немножко покотился? Ладно. Так, гроб опрокинулся, к сожалению. Такси! Не ты вообще-то меня вызывал. Вечные обманки, да? В век интернета все так и происходит. По аватарке звонит тебе красивая девушка блондинистая. Приезжаешь, стоит черный чувак с бородой. Честное уродство. Так, погоди, я припаркую сейчас. Так, все нормально. Да что, 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 что? Бип-бип, молодец. Ты какой-то заторможенный. Ты что, пьяный или ты под наркотиками? Я не знаю. Знаю, что я точно под этим все. Не обращай внимания на гроб. Не обращай внимания на бабку. Она уже тоже умерла. Я просто в аварию тут попал. Четыре. Три, два, один. Мужик, мы опоздаем. Выходи здесь. Юфе. Я привез его. Так, секунду. Выходи, урод. Он исчез из моей машины. Даже не знаю, отвечать или нет. Опять обманут. Вы ведь обманете, да? Клиент ожидает. А, это диспетчер мне звонит все это время. Она просто диспетчер. Клиент ожидает, значит, да? А где, блин? Навигатор не пашет. Опять ты. Он пытается опередить меня. Ты считаешь, что лучше меня, что ли? Ты говно. А, ты не таксист. Ну ладно. Ничего личного. Прости. Просто, понимаешь, это такой жестокий бизнес. Конкурировать приходится со всеми. Видишь желтую машину, сразу вот. Ну, да, это просто уже нервы, нервы. И пошел. Ой. Ты полицей. Черт. Изгородь, как бетонная прям. Перебираем ручки, рулим, как учил нас наш инструктор. А, твою мать! Мы к нему как виндизель подкатим. О, нет, мы провалились. Ладно, бывает и такое после меня остается. Но если вам что-то не нравится, поставьте одну звездочку. Если вы так хотите, если вы настолько жестокий. Что это вы не ставите, а? Совесть замучилась? Они еще позвонят. Приползут на колени. Клиентишки. Что ты у меня мигаешь тут? Вот. Все. Мы едем просто 140. Вы видали, какой катафалк у меня? Просто за секунду до 140 разгоняется. Не ожидал, что я отсюда подъеду, да? Клиентишка. Я люблю удивлять своих клиентов. Он умер. Клиент ожидает. Гоу. Ладно, давайте подъедем, как нормальный таксист, который смотрит из кабины на мир. О, да. О, да. Бип-бип. Как мне посмотреть, как она садится? Ничего, ничего, ничего. Сейчас мы заглянем обратно в кабину. Ну что, мэм, как мне к вам повернуться? Ну почему я не могу пообщаться? Это плохая работа. Я думаю, я смогу общаться с ними. Раз в сто раз удачно шутить. Отвешивать комплименты неуместные. Или даже домогаться. Но нет, ничего этого нельзя. Разочарование сплошное. Стоп. Так, вышла. Вышла ты. Не хочешь со мной общаться? Поэтому вышла. Да сволочь. Да что ж за говно такое? Стоп. Так, господи. Все, я встал. Есть, выходи. Прощай, любовь моя. Ключ для новой машины. Где? Как взять? Отличная работа. Впервые. Как новую машину-то взять? Ты что, из арка, что ли, пришел? Что у тебя с телом? Что за пропорции? Вот что бывает, когда качаешь только голову. С таким телом, как у тебя, тебе на пляж надо, чувак. Сюда нельзя. 15 секунд, ты не успеешь. Но мы встанем так, я думаю, нормально. Выходи. Ах, нет, значит, да? Да выходи из моей машины. Ладно, я знаю, что у меня есть ключи от новой машины. От новой таксишки. Но я, пожалуй, не буду пользоваться этим ключом. Найду себе другую работу. Следующее приложение. Вы все знаете, что я с детства мечтал работать полицейским. И благодаря современным технологиям мы можем себе это позволить. И вы тоже, ребят. Вы тоже можете. Мы играем Beat Cop. О, как она круто стилизована. Если игра использует ретро-графику, значит, она по-любому крутая. Всем постам у нас 10.31. Он просто свалил, он даже хот-дог свой не сожрал. Я бы тоже не стал есть хот-дог, если бы вдруг ограбление где-то. Обязательно нужно перепрыгнуть, да? Какая крутая музыка. Он убил. Он просто взял и убил грабителя. Что за офигевший коп? Ах, это кот ограбил, да? О, я скипнул. Участок 69. Бруклин, Нью-Йорк. День 1. Новые ботинки. Уверен, вы уже встречались с нашим новым коллегом. Но Келли, наверное, тебе лучше еще раз представиться. Келли. Джек Келли. Привет, Келли. Джек Келли. Дядя Джек. Итак, меня проинструктировали в участке. Я не слушал. Поэтому идем на задание. Твой позывной 421, запомни. Хорошего дня, 421. Окей, что я должен сделать? Мой блокнот. А, вот, заметки. Зайти в кафе Рика, дом 607. Идти за Майком к Адамски. Так, что меня вызывает? Что случилось? Майк ждет тебя у Адамски. Где? Продуктовый Адамски. Вижу, вижу, вижу. Иду, поспешил. Да, я иду, я иду. Все. А двое. Доброе утро, мистер Адамски. Сегодня все тихо? Конечно. Идея с холодильником оказалась очень удачной. Холодильником? Потом расскажу. Это Поле. Теперь он будет здесь работать. Келли. Меня переводят в другой район. Добро пожаловать, офицер. Заходите время от времени. Обязательно. Заходи в магазины, говори с владельцами. Они много чего замечают и знают. Но в конце концов, это же мой район. И особо не дергайся. Не надо все делать каждый день. Бывает с ума сходишь от кучи, Которая на тебя сваливается. Вот увидишь, всем от тебя чего-то надо будет. И только тебе решать, На что ты срать хотел? Потому что всех дел не переделаешь. А что, сержант? Ну, он может и не узнать, Есть у тебя дела на стороне. Не все же штрафы выписывать. Так на пенсию не заработаешь. Расслабься, я добра тебе желаю. Так что там с холодильником? Не спрашивай, Поле. Келли. Поработаешь тут немного и поймешь, что к чему. Иногда нужно проявить фантазию. Давай-ка заглянем в пиццерию Клуи. И да, у него пальчики оближешь. Мы прям полицейские, которые патрулируют в каком-то районе. И мы выясняем всякие прикольные штучки. Если мы, допустим, подходим к этим чувакам. Эй, шпана, какого дьявола? Что вы тут делаете? Ну-ка, заделились со мной. А если я нарушителем тебя назову? Нет? Нет, нельзя. В следующий раз. А где мой жирный друг? Куда он шел? Так, иди в пиццерию. Это Клуи, наверное. О, новый полицейский. И добро пожаловать в наше скромное заведение, Кенли. Знаем, знаем. Мы, итальянцы, все знаем об этом районе. Мы пришли за пиццей, Луи. Меня переводят, и поле займет мое место. Думаю, наши отношения будут плодотворными. Конечно. Надеемся, что тот неприятный инцидент с сенатором всего лишь недопонимания. Да-да, недопонимание. Которое можно исправить. Быть может, с нашей помощью. Я разберусь. А, ну разумеется. Но мы можем оказаться полезными. Поли тут новичок, но он на лету схватывает. Кенли. А сейчас как насчет еды все-таки? Умираю с голода. 15 минут спустя. Что, они уже поели? Отличная пицца. Ладно, пошли. Блокнот обновлен. Будь поаккуратнее, Поли. Это тебе не простые итальянцы. Я догадался. Тут нужно быть деликатным. И тогда доживешь до пенсии, как я. Что ж, мы теперь в свободном плавании. Выписать штраф за парковку. Вот это я люблю. Кто у нас тут неправильно паркуется? Итак, вот машина стоит. Желтая такая вся. Проверить счетчик. Угу. Оплатил, значит, да? Проверить счетчик. 30 минут. Просроченный хипари вонючий. Я так и знал. Выписать им штраф. Так, вписал номер значка. Фары, шины. Все, понял. Вообще все, за все заплатишь. Штраф. У меня получилось. Теперь нужно эвакуировать машину. Ах, вон он, говнюк. Смотри, какой странный. Он неприятный, если честно. Он стоит на месте, где парковка запрещена. Вызвать эвакуатор. Эвакуа... Я не понял, а что я не могу? Ну ладно, хорошо. Воу, смотрите, какой стрёмный дом там стоит. Вот здесь нужно точно его проверить. Ну давай, заходи. Нет, он закрыт. Я не могу зайти туда. Все, я понял. Мне нужно вызвать эвакуатор для этой машины. Эвакуатор. 421 на связи. Диспетчер нужен эвакуатор к 609. Перевожу вызов. Принято. Эвакуатор уже выехал. Вот, его забирают. Блин, какая прикольная игра. Вот это действительно интересно сделано. Ох, нарушитель. Так, стоп. Есть, я поймал, я успел поймать. Диспетчер, у меня 10-12. Пришлите машину забрать подозреваемого. Потому что он чёрный. И чёрный приехал за ним. Полиция даже чёрные расисты. Мне нравится, что здесь прям ты ходишь, и здесь район живёт. И ты можешь что-то находить, что-то делать. Нужно вернуться к жирному Майку. Всё, жирный Майк пошёл трясти пузом. А мы должны встретить Майка в 4 часа у пиццерии. И что же мне делать, пока я его жду? Зайти в кафе Рико, дом 607. Зайти в винный магазин, дом 611. Хорошо, пойдёмте в кафе Рико. Здесь ничего необычного не было. Мы просто, да, выполнили задание. Познакомились с Рико. Папа, это кто такой? Келли, хотел поговорить с тобой, Келли. Слушаю. Нам надо чаще видеться. Спасибо, капитан. Я ещё не закончу. Зная, они под тебя копают. И хочу помочь. С обвинением в убийстве? Парень не был святым. Ему уже не поможешь. Но ты нужен этому городу. Спасибо, капитан. Я ещё не закончу. Ты хороший коп, но нужно найти те бриллианты. Но у сенатора не было никаких бриллиантов. Понятия не имею, чего там было, а чего не было. Но их нужно вернуть. Сенатор, это ключ. К твоему выходу из этого дерьма. А без него нам обоим крыш. А ничего, что это незаконно? У тебя есть три недели. Потом я выхожу на пенсию. Не сможешь найти их. За три недели. Я уже ничем не помогу. Теперь мне и сроки ставят. Я ещё не закончу. Есть ещё кое-что. Офигеть. Здесь целая сюжетная история. И при этом целая куча всего, что мы можем дополнительно сделать. Раскрывать преступления. Брать взятки. Штрафовать людей за плохую парковку. И всё это... Вот в этой игре, к сожалению, у нас рубрика посвящена пяти приложениям. Поэтому я не могу много времени играть в эту игру. Очень прикольная игра. Всем советую. И наверняка сам поиграю в неё. Возможно, даже мы с вами в неё поиграем отдельно. Чисто летсплей по ней. Что вы думаете? Ставьте лайк и пишите комменты на эту тему. Давай переходим к следующему предложению. Вы все знали, что с детства я мечтал стать вышкой. И благодаря современным технологиям мы с вами, я и вы, можем стать мышкой. Вот так выглядит мышь сзади. А вот так она выглядит сбоку. Так она выглядит спереди. Какая милая маленькая мышь. Она бегает, ходит задом так же быстро, как и передом. Она прыгает, скачет и думает только о еде. И о доме, разумеется. Мы должны домой идти. Это наша цель. Мы можем атаковать. Смотрите, какой воинственный маленький мышонок. Умри! Пошёл ты! Что за кусочек сена? А, я это взял. Зачем я это взял? Чтобы атаковать этим сеном. Наверное, домой нужно отнести. У вас новое достижение. Добро пожаловать домой. Здесь ты можешь отдохнуть, запастись ресурсами. Воу! Так вот, как выглядит мышиная нора. Смотрите, подземный туннель. Он... Что? Мы можем его вырыть. Вот как мыши живут и функционируют. Они бегают и собирают ресурсы, как муравьи. Мне надо очень много работать, чтобы превратить эту норку в целую сеть. Построить гнездо. Нужно вот сколько собрать веток. Четыре ветки. Нифига себе. Так, ладно. Положил сено сюда. Ветка. Ай, как хорошо. Ай, ты мой мышонок. Молодец. Мы можем атаковать этот орешек. Он не подозревает ничего. Вот-вот. Вот-вот. Вот прямо. Вот прямо. Рос. Надо, хоть съесть. Мы можем. Вот, да. Так, это из-за кустов напала кровь за одна мышь. Прием пищи. А камни мы можем добывать? Ведь я больше всего люблю в таких играх добывать камни. Ну, как-то одиноко пока, скажу я вам. Мне бы мышат найти побольше. Мышат сородичей. Осталась последняя ветка. Вот она. Есть. Квест завершен. Получен новый квест. Собрать ветки. 0-1. Опять ветки собрать? Что, охренели? Ладно. Вот, упала как раз-таки. Я пока боюсь выходить в открытый мир. Это слишком опасно. Ура! Собрать два сена. Чем я вообще занимаюсь? Я даже не вижу, что я строю. Это отстой самый, когда ты работаешь и не видишь результата своих трудов. Нам придется просто верить, что ресурсы сами все сделают. Вот поэтому гнезда у мыши такие хаотичные. Например, у хомяков гнезда это просто все, что ты навалил в клетку. Они в это все зарываются и надеются, что что-то из этого получится. Получается просто посмешище. Хомяки не знают это. Вы не говорите им. Вы их расстроите. Расстроенный хомяк это очень плохо. Если два хомяка расстроены, и они в одной клетке, они друг другу голову откусят. Хорошо, мы что-то опыта получаем. Мы опытная крыса. Давайте кто-нибудь собрать еды. Это относится к еде? Этот гриб. Мухомор. Ммм, белиссимо. Сожру. Сдох. Почти сдох. Ладно, ладно, мухомора не жрем. Все, я понял. Вот съедобный гриб. Это да, это неплохо. Есть. ХП восстановил. Я крыса. ХП восстанавливающая. Вот так вот, ребята, изо дня в день. Мышь ходит, носит что-то туда-сюда. Сколько еще надо? Ох, до хрена. Что это дымится такое? Сыр. Ес. Что за фигня? Барсук. Он опасен? Ты ешь, мышей? Вы уснули? Не закрывайте игру во время сна. Это что, барсук меня усыпил? И мышь снится сон, как люди сражаются. Зачем? Зачем вы уничтожаете ваши дома? Вы же наверняка очень долго ресурсы носили туда. Но потом мышь проснулась. Что с тобой? Мышь, 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 мышь. Получен новый квест. Барсюк, дай мне квест. Зайди ко мне под хвост. Спасибо, мышь, а теперь иди домой. И прими душ. Построить гнездо. Строительство. А вот и гнездо. Да, блин. Ты, наверное, очень старался, когда строил гнездо. Долго его проектировал, интересно, да? Чертил, наверное, неделями. Что это за дерьмо? Реально из говна и палок. Как будто бы это лепешка коровьев, в которую я накидал веток. Так, утолить голод. Срочно. Белиссимо. Я сдох. Я сдох. Знаете, что я скажу? Мышью мне не стать. Следующее приложение. Вы все знаете, что с детства я всегда мечтал стать ютубером. И благодаря современным технологиям мы с вами можем, хотя бы, если и не стать ютубером, то хотя бы мы можем понять, с чего нам начать. С помощью приложения «Какой ты ютубер» ты можешь подобрать ютубера, на которого ты похож, чтобы стырить у него все его идеи и прославиться тоже, надеюсь. И вот поскольку я всегда мечтал стать ютубером, у меня никогда не получалось. Я и решил скачать это приложение, но думаю, мало ли, может быть, я на кого-то из ютуберов похож. Итак, какой ты ютубер? Я не понимаю, во-первых, почему такой дизайн у этого приложения? Сначала мне пафосно выскочила табличка «Powered by Unity». Типа, это приложение сделано на движке Unity. Окей, хорошо, я не программист, видимо, это хорошо. А потом выдалась вот такая вот менюшка, которая выглядит так, как будто бы я играю в какую-то текстовую версию Silent Hill. Суть этого приложения в том, что она задает вам вопросы, и вы на них отвечаете, и она выдает вам «Какой вы ютубер?». В общем, вот так вот. Посмотрим, знает ли она такого знаменитого Евгения Юджина, летсплеера «Всея Руси» и «Летсплея». Как часто добавлялись видео? Бы видео. Каждый день. Вам важно количество подписчиков? Это очень важно. Евгений только об этом и думает всю жизнь. Вы бы скрывали свою личность? Евгений очень скрытный человек, поэтому, пожалуй, что нет. Потому что он тщеславный еще. Вы бы делали совместные ролики с другими блогерами? Почему бы и нет? Вы бы делали эксперименты с форматами? Я должен ответить на 20 гребаных вопросов. А что это дебильное? Что он просто выдаст? Хорошо, да, конечно. Вы бы одни вели канал или на канале были бы только один? Вы бы сами монтировали видео? Да, я умею это делать. Как я и говорил всегда, быть ютубером это очень сложно. Но вы поняли, да? Это приложение как бы намекает, что если вы станете ютубером, вам нужно будет вставлять много-много рекламы через каждые пару минут. Вы бы вели стримы с подписчиками? Ну хорошо, мы попробуем сейчас выяснить, знает ли игра такого классного парня, как Евгений. Поэтому нет. Не думаю. Вы бы назвали канал по своему имени? По имени. Как вы относитесь к конфликтам между блогерами? Отрицательно. Вы бы посещали различные фестивали блогеров? Конечно, если позовут. Ваших видео вы бы писали сценарии или импровизировали бы на камеру? Смотря какое видео? Пицца. Вы бы давали автографы фанатам на улице? Конечно. Вы бы завели канал для получения денег или для того, чтобы прославиться? Хотелось бы для другого и для другого. Для того и для другого. Вы бы завели второй канал, где делали бы ролики другого формата? Думаете, что нет. Ребят, мы почти у цели. Мы посмотрим еще одну рекламу с вами и будем у цели. Вы бы делали рекламу на канале? Да. Вы бы делали музыкальные клипы, как многие блогеры? Да, я бы попробовал. Вы бы делали розыгрыши призов для ваших фанатов? Скорее, да. Я же делал уже розыгрыши. Вы бы отслеживали тренды Ютуба, чтобы делать хайповые ролики? Нет. Вы Эльдар Джарахов? Он что, каждый день выпускает ролики? И что, он летсплеер? Так, хорошо. Во мне есть много Эльдара Джарахова. Я надеюсь, Эльдар, что в тебе есть немного меня. Окей, хорошо. Погодите. Какой ты летсплеер? Давайте попробуем это так вот. Опять 20 вопросов. Надеюсь, игра меня узнает, потому что я очень популярный человек. Вы должны это знать, ребята. Как часто вы сидите за компьютером? Каждый день. Один сеанс за компьютером обычно длится больше 5 часов. Вы используете компьютер для игр и обучения? Редко для игр. Какие игры вы предпочитаете? Игры для одного. Какой жанр вам ближе? РПГ, шутеры, хорроры? РПГ, ММОРПГ, я не знаю. Блин, пусть будет РПГ. У вас есть игровая мышь? Ну не знаю, я же в игры играю каждый день и по много часов. Есть ли у меня игровая мышь? Конечно. А игровая гарнитура? Нет. У вас есть любимая игра или вы часто переключаетесь между играми? Есть одна постоянная... Есть постоянно, но иногда игра. Есть одна постоянная игра. Вы когда-нибудь записывали свои летсплеи? Да, даже выкладывал. Вы когда-нибудь стримили игру? Пока что нет. Как вы относитесь к видео с открытиями кейсов-контейнеров? Очень люблю это... Нет, не люблю, не вижу в этом смысле. Вы когда-нибудь донатили деньги в игру? Нет. У вас мощный ПК. Конечно, идет любая игра. И даже эта срана реклама. Интереснее снимать летсплей на одиночную игру сюжетом или на онлайн-игру? Одинаково интересно. Вы бы показывали свое лицо при записи летсплея? Да. Как часто вы бы выпускали ролики? Старался бы каждый день. Как вы считаете, у вас есть чувство юмора? Ну, как сказать, ребят. При всей моей скромности, я думаю, что у меня есть какое-то чувство юмора. Да. Делали бы вы стримы для фанатов? Пока сложно сказать. Пока я не делал ни одного стрима. Окей, вы хорошо играете в игры. Нет, иногда бывает нелегко адаптироваться. Ваши летсплеи были бы веселыми, познавательными, только веселыми. Знает ли игра меня? Ты, Фрост? Я просто оскорблен. Я оскорблен. Не тем, что я Фрост, а тем, что я не я. Почему меня здесь нету? Игра, сволочь. Ты, 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 ты тварь. Я заново попробую. Итак, я отвечаю на последний вопрос. Я еще раз прошелся по всем этим вопросам. Ответил где-то чуть-чуть по-другому. Веселыми. Ты, Jesus of again. Мне остается только тешить себя надеждой, что этим ребятам, когда они будут играть в это приложение, отвечать на вопросы, попадусь я. Но это не точно. Хорошо, попробуем последний чертов тест. Как он там называется, не помню. Как вы назовете свой канал? Ну уж, игра, я постараюсь тебе намекнуть. Может быть, ты все-таки меня знаешь. Как вы, как блогер, будете себя называть? Ну, блин, я не знаю. Я как бы тебе игра намекну. Может быть, ты все-таки меня знаешь? Так, а, черт, неправильно ответил. Как это не опечатался? Как вы будете называть своих подписчиков? А, как его? А, да, точно. В доску свои. Да почему я криво пишу? Не смею. Как вы будете приветствовать своих подписчиков в роликах? Всем? Всем. Всем. Хай. Хац. Чем будут посвящены ролики на канале? Чему будут посвящены? Играм. Сколько бы подписчиков подписалось за месяц? Сто тысяч. За что бы любили подписчики ваши видео? За Stranded Deep? Для чего бы вы собирались вместе с подписчиком? Для сладкой любви, конечно же. А еще? Для поклонения сатане. Конечно же. С кем из ютуберов вы бы могли поссориться? Ни с кем. Я всех люблю. Как вы оцените видео этого блогера? Норм. Чем бы закончился конфликт? Что ты спрашиваешь? Я ответил ни с кем. Ничем. Какой канал по телевизору вас раздражает? Причем я ведь это... Я не понимаю, какой канал первый. Вы согласны сниматься по телевизору? Ну, не знаю. Да, наверное. Давай. Какого блогера вы бы хотели обогнать по подписчикам? История твоего канала. Совсем недавно на ютубе прогремел новый оригинальный канал. Его название было Юджин Сакс. Блогер назвал себя Юджин Сакс. А своих подписчиков назвал в доску свои. Обычное приветствие ютубера было всем хай. Основные видео на канале были посвящены играм, что очень радовало поклонников блогера. За один месяц на канал подписалось 100 тысяч подписчиков, которые полюбили видео ютубера за Стрэнда Дип. Юджин Сакс проводит сходки с подписчиками, где с ними собирался ладка любви. И онится сатане. Ой, я целый говно. Но однажды Юджин Сакс поссорился ни с кем. И в одном из своих видео сказал, что видео этого блогера норм. Понятно ты ни с кем. Норм у тебя видео. После чего конфликт закончился. Ничем. Когда канал Юджин Сакс стал популярным на всю Россию, Юджин Сакс позвали на телевидение. На канал первый. На что Юджин Сакс ответил. Наветно давай. Наветно давай. И в конце концов по популярности канал Юджин Сакс стал известнее Пьюди Пай. Это потрясающее, просто потрясающее приложение, которое не знает, кто такой Юджин Сакс. Хотя он обогнал по популярности Пьюди Пай. А еще он на Фроста похож. И на Джизуса ВГН. И на Эльдара Джарахова. Сколько популярных и значимых людей собрались в одном мне только. И ты приложение меня не знаешь. Все потому, что оно знало, что это я держу в руках телефон. И оно против тщеславия. Не надо, мол, себя пытаться найти в этом приложении. Ищи кого-то другого. В тебе есть частичка других людей. И вот тебе я это и покажу, сказала приложение. А другим я покажу. Вот если ты есть в ком-то частичную, я покажу. Вот так и говорит приложение. На этом мы порешили. Я есть в приложении. Просто мне оно не показало. Меня. Ладно, если у вас получится найти там меня в этом приложении, будет здорово. Я буду очень рад. Видимо, я не настолько известен. Пять лет стараюсь. Пахчу жопу отсиживаю. Чтобы приложение меня узнало. А оно не знает. Теребух. Ну что ж, ребят. Вот мы и закончили играть с вами в пять угарных приложений. Эти приложения были по-своему угарные. По-своему интересные. По-своему захватывающие. Каждое из них было по-своему великолепно. И достойно быть в этом мире. И достойно существовать на каждом смартфоне. А особенно на смартфоне Samsung Galaxy A70, конечно же. Да, телефон заплатил мне за поцелуй. Я продажный человек. Ладно, ребят. Я очень надеюсь от души. Надеюсь, что вам понравилось. Что это было веселое видео для вас. Я очень старался. И если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. И подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Будет очень много угарных видосов. Зацените. Можете в описании заценить прохождение. Другие. Другие. Они все угарные. Абсолютно все. Их там еще больше. Если вы зайдете на главную страницу канала, вы увидите там целую кучу плейлистов. На тысячи часов вам вперед развлекухи. Поэтому смотрите все это. И угорайте. Не забудьте жратвы много. И не забывайте остановиться в доску своими. И обязательно, чтобы это сделать, надо подписаться на канал. Нажать колокольчик обязательно, чтобы не пропустить мои прекрасные, такие же смешные, как этот, видосы. И если вы подписались, и если вы здесь со мной давно, то вы все знаете и должны знать, что мы в конце даем друг другу мощную, крутецкую, дружественную, любопитную петюлю. Вы готовы? А? А готовы или нет? С вами был Юджин и всем пять!